Здравствуйте, меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и вы на канале «Карнеги. Политика» Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Мы сегодня говорим с научным сотрудником Берлинского центра Карнеги Максимом Саморуковым о ситуации в Молдове. У нас есть довольно важный информационный повод – выборы президента и референтум. Максим, давайте, наверное, по порядку начнем с выборов президента, тем более, что в избирательном бюллетене, надо сказать, прямо целая толпа. И я думаю, что для среднестатистического зрителя, человека, который не очень пристально следит за Молдовой, знакомых имен там одно, может быть, два. Я думаю, что одно, на самом деле, потому что… Ну, на самом деле, этого и достаточно, по большому счету, потому что в отношении президентских выборов нету большой такой интриги, как в отношении референдума. В отношении президентских выборов всем понятно, что есть довольно популярный действующий президент Майя Санду, которая известна прежде всего своими внешнеполитическими достижениями, потому что во многом благодаря ей удалось добиться того, что Молдова не только стала кандидатом, официальным кандидатом в Евросоюз, но даже начала переговоры о вступлении в Евросоюз, о чем предыдущие лидеры даже и не мечтали, хотя работали над этим много лет. Понятно, что тут свое сыграла война, но все равно любыми обстоятельствами нужно еще воспользоваться, и такого международного и благосклонного внимания Запада Молдова не получала никогда, как она получила при президентстве Майя Санду. А во-вторых, Майя Санду известна как один из немногих некоррумпированных политиков Молдовы. И эту репутацию за ней признают даже ее оппоненты, что нету оснований подозревать ее в какой-либо коррупции, и это тоже, конечно, добавляет ей популярности. То есть сочетание внешнеполитических успехов и репутации личной честности, они такие два базовых столпа, на которых держится ее репутация. И сейчас она по рейтингам набирает где-то под 40%, и главная интрига не столько выиграет она выбор или нет в итоге, сколько будет второй тур или нет. И как эти 40%, если будет второй тур, как эти 40% обернутся во втором туре, не получится ли так, что она с ними и останется, а 60% достанутся кому-то, кто просто не Майя Санду. Потому что сейчас никого в рядах оппозиции нет, кто бы приближался к ее 40% рейтингу даже близко. Ну, мне кажется, что все-таки говорить, что известно только одно имя, не совсем справедливо. Например, если мы обратимся к людям, которые внимательно и давно наблюдают за российской политикой, я думаю, что у многих сразу же возникнет мысль «это имя я знаю», когда в бюллетене этот человек наткнется на имя Натальи Морарь. Но Наталью Морарь в качестве кандидата в президенты, наверное, неожиданный поворот сюжета, потому что для людей, которые следили за путинской Россией, Наталья Морарь – это журналистка, которая одна из первых написала про то, что Владимир Путин на самом деле довольно богатый человек. Она делала большое журналистское расследование, в результате которого ее буквально выслали из России. И там это была довольно давно история, но тем не менее это был гигантский скандал. И вот теперь такой неожиданный поворот сюжета, и Наталью Морарь мы встречаем в бюллетене. Что это такое? Пиар, не пиар, может быть, чей-то номинал, возьму я это слово в скобки, в кавычке. Мало того, там поворот с переходом из российской расследовательской журналистики в молдавскую политику – не единственный удивительный поворот в судьбе Натальи Морарь, потому что, судя по всему, сейчас она участвует в выборах как один из возможных таких номиналов или прокси беглого молдавского олигарха Илона Шора. Мало того, сейчас она является гражданской женой другого беглого молдавского олигарха Платона, и сказать, какого именно молдавского олигарха она представляет на этих выборах, сложно, и представляет ли вообще, потому что ее нынешний рейтинг меньше одного процента, и ее шансы хоть на какой-то заметный результат довольно низкие. Ну, да, это было громское выдвижение. Мало того, это было выдвижение довольно парадоксальное, потому что, несмотря на ее такую биографию в либеральной журналистике, она выдвинулась от довольно мрачных кругов молдавской олигархии с не очень понятными целями. Ну, мы не знаем, зачем она выдвигалась точно, просто для раскрутки себя, для раскрутки какого-то там, возможно, в будущем политического проекта, но в любом случае, с кем бы она ни была именно связана, кем бы она именно ни была поддержана, хоть своим гражданским мужем Платоном, хоть беглым олигархом Шором, который стал главным таким инструментом российского влияния в Молдове, я не думаю, что ее выдвижение заслужит такого уж большого внимания, потому что ее шансы преуспеть довольно низкие. Скорее, если уж смотреть на главных оппонентов, то это три таких человека, я бы назвал, да, это бывший генпрокурор Стэн Огла, Рената Усатый и Ирина Влах, бывшая глава гагаузской автономии, да, и все три, они, в общем, находятся в разной степени пророссийскости, и именно во многом с этим связываются надежды на второй тур оппонентов Санду, да, что, ну да, в первом туре она набирает 40%, а вот во втором туре все, кто был не за Санду, а все, кто был вот за разнообразных кандидатов с их разной степенью пророссийскости, они вот перейдут на их сторону, и в результате там наберется больше 50%. Давайте тогда чуть подробнее поговорим не только про прокси, но и про, так скажем, лоббистов российских интересов. В бюллетене 11, по-моему, человек. Понятно, что из 100%, при том, что 40%, мы примерно, да, относим Майя Санду, вот эти 60% неравномерно можно размазать на 10 других кандидатов. Вы выделили троих, за кем стоит следить, и кто может составить реальную конкуренцию. Кого из них мы в большей степени можем связать с Кремлем? Может быть, их больше, чем три человека, может быть, все остальные 10 кандидатов, так или иначе, связанные с Россией. И как в целом вы оцениваете уровень влияния и связи того или иного кандидата с Кремлем? Ну, формально чуть ли не всех остальных десятерых почти можно обвинить в связях с Кремлем, потому что у них в биографии есть те или иные моменты, которые вызывают, могут быть основаниями для таких подозрений. Но в целом, которые вот для тех, про кого практически более-менее понятно, что они напрямую связаны с Кремлем, это не эти люди из первой тройки. Это люди с более низким рейтингом. А так, потому что, ну, очень сложно точно утверждать, не видя платежек и прочих вещей, да, что кому-то переводили деньги из Кремля и тому подобные вещи. Но в нынешней ситуации есть кандидаты, про которых прямо вот известно, что они получали деньги, а есть кандидаты, про которых неизвестно ничего такого, но есть слухи, обвинения и тому подобное. Если взять главного конкурента Санду, бывшего генпрокурора Александра Стояногла, то тут его связывает с Россией прежде всего то, что его выдвинула партия социалистов, которая как раз про нее-то известно, что она брала российские деньги и особых вопросов это не вызывает. Но сам Стояноглу пользуется довольно хорошей репутацией в Молдове, да, и даже его оппоненты признают, что в корпусе такого бывшего молдавского чиновничества он, в общем, пользуется репутацией одного из самых принципиальных людей, и в таких прямых связях с Россией, как многие другие молдавские политики, он никогда не был замечен. И тем удивительнее, что он согласился на это выдвижение или у него не было других вариантов. Мы можем предположить, что он это использует просто как пусковую площадку, и дальше не стоит перегружать влияние и участие России в его выдвижении. Может быть, это он использует партию просто? Да, у нас нет никаких оснований утверждать, что его выдвигала Москва. И, скорее всего, у нас есть основания утверждать обратное, потому что если бы Москва давно и плотно работает с лидером партии социалистов Игорем Дадоном, и его связи с Кремлем не вызывают сомнений, но партия социалистов взяла и выдала не его, а Стояноглу. Зачем это Стояноглу? Стояноглу, но он, прежде всего, до этих выборов, он на общенациональном, он гагауз, он был хорошо известен в Гагаузии, но на общенациональном уровне он был хорошо известен, но он не воспринимался как политик, претендующий на пост президента или кого-то в правительстве. Он был генпрокурором, там были судебные процессы с ним связаны, были скандалы с ним связаны, из которых его репутация в многом основана на том, что он выиграл процесс даже против нынешних властей, после того, как его отстранили от должности по обвинению в коррупции, а он выиграл процесс в европейском суде по правам человека, что его отстранили без бдительных оснований. И на этом во многом строится. Как бы такой европейский ему поставили гарантию, что, в общем, те обвинения, судя по всему, были как минимум недостаточно доказаны. Но из-за того, что он не был таким самостоятельным политиком и не воспринимался вообще как политик, ему нужна была какая-то партийная инфраструктура, и партия социалистов, как одна из крупнейших партий Молдова, она ее предоставила. Мало того, выдвинув его, партия социалистов хоть как-то подстроилась под ту новую реальность, в которой оказалась Молдова после начала российского вторжения в Украину, когда пропагандировать то, что пропагандировали социалисты до войны, стало как-то совсем невозможно. Потому что эта партия раньше была такая прям жестко пророссийская. Она выступала, что не нужен Евросоюз, нужен Евразийский союз, Россия – это наш главный партнер, мы должны прежде всего ориентироваться на нее и тому подобные вещи. И такая некритическая, апологетическая позиция по России, она после начала войны просто стала невозможной в Молдове, потому что через страну прошли там больше сотни тысяч, а прошли-то уж, наверное, еще остались сотни тысяч украинских беженцев, а прошли-то там сотни тысяч, да, у каждого практически жителя Молдовы был контакт, там было как-то общение, какие-то личные связи с украинцами, пострадавшими от войны, и рассказывать обществу, которое настолько близко видит все ужасы российской агрессии против Украины, что Россия – это замечательный партнер, и надо полностью на него положиться, довольно тяжело, во-первых, психологически, во-вторых, война же, она еще разорвала очень многие экономические связи России с Молдовой, да, если раньше, еще до войны можно было утверждать, что вот посмотрите, кому нужны наши молдавские фрукты, овощи в Европе, никто их туда не пустит, давайте лучше продавать их в Россию, вот Россия нам даст дешевый газ, мы отлично заживем с дешевым газом, то с началом войны, во-первых, торговля стала практически невозможной, поставки газа зависят от транзита через Украину и могут вполне закончиться вот буквально в этом году вместе с истечением транзитного договора между российско-украинского, то есть там экономическая роль России в молдавской экономике тоже стала совершенно крохотной, да, и игнорировать всю эту изменившуюся реальность было невозможно даже для такой, в общем, не особенно гибкой партии, как партия социалистов, да, и поэтому это такая попытка встроиться в новую реальность, где Россия воюет с своим соседом ближайшим, да, вот, и как-то подать более таких умеренных политиков, которые, конечно, Стойнову, конечно, тоже говорит, что, ну, Россия это важный партнер, мы не можем ее полностью игнорировать, но в то же время у него есть, в общем, довольно длинная история поддержки евроинтеграции, и он называет российскую оккупацию, там, скажем, украинской территорией оккупацией, да, он не увиливает от этих вопросов, признает, что, да, евроинтеграция это хорошо, и у него там есть конкретные претензии к этому референдуму, который будет, но, типа, в целом он за интеграцию, но, типа, надо делать ее по-другому, чем делает майор Сандо, да, вот такого рода. То есть это тоже попытка, по сути, крупнейшая, выдвинув Стояногла, крупнейшая пророссийская сила Молдовы, сильно сдвинулась в сторону, ну, скажем так, центра, если взять прозападный полюс и пророссийский полюс, то она сильно сдвинулась в сторону центра, в сторону такой умеренной прозападности, да, и такой очень, и более осторожной пророссийскости. Ну, то есть, если, условно, Стояноглу выходит во второй тур, не знаю, давайте пофантазируем немного, хотя я понимаю, что это... Нет, в фантазии, если кто-то выйдет во второй тур, скорее всего, это будет он. Ну, будет несправедливо говорить, что пророссийский кандидат оказался во втором туре, потому что его риторика никоим образом не отражает интересы Кремля. Ну, как? Во-первых, удобно говорить, что понятно, описывать ситуацию, когда мы говорим, что вот есть прозападный кандидат Майя Санду и есть пророссийский кандидат Стояноглу, да, и сразу понятно, что за выборы, это понятная оптика, да, особенно если вам нужно сделать материал для аудитории, которая по этому Молдову в жизни никогда не слышала, да, и надо как-то объяснить, что происходит, то вот понятный расклад, да, и он более пророссийский, чем Майя Санду. Максим, я тут с вами не соглашусь, просто у нас есть условно, да, некая история выборов на постсоветском пространстве, и вот там как раз всегда было это деление, ну, условно, там, Тимошенко против Януковича, ну, все очевидно. Кажется, что в Молдове в это воскресенье будет все не так очевидно. Да, конечно, не так очевидно будет, потому что Янукович уже не совсем Янукович, а Тимошенко еще более Тимошенко, да, грубо говоря. То есть, ну, главная неочевидность, она на самом деле не столько связана с деятельностью каких-то конкретных молдавских политиков, сколько с изменившейся реальностью, которую изменила Россия своим вторжением. Нет уже для Молдовы как страны не осталось опции вступления в Евразийский союз, экономической интеграции с Россией и всего такого прочего, да. Эта опция была закрыта войной и вряд ли откроется в обозримом будущем. И это понимают хоть те люди, которые всегда были про-европейскими настроены в Молдове, хоть те, которые раньше пользовались, активно использовали поддержку России, да, и пытались на этом играть. Естественно, те, кто раньше был пророссийскими, они не могут полностью поменять свою идентичность прополитическую там за день, да, и сказать, что вот раньше мы были так, а теперь мы будем по-другому. Хотя есть и такие попытки, да, в молдавской политике. И потом им же нужно как-то отличаться от Санду, да. Понятно, что переиграть ее на поле про-европейскости очень сложно. Невозможно быть большим про-европейцем, показать большие успехи европейской интеграции, чем показывал за последние годы Санду. Поэтому нужно пытаться добавлять каких-то нюансов, говорить, что вот есть еще такое важное направление. Но если мы представим, скажем, что Сан не просто Стояногл выходит во второй тур, а что он становится президентом. Представьте себе, что при нем Молдова остановит интеграцию в ЕС, заморозит переговоры о вступлении, и вместо этого начнет переговоры о вступлении в Евразийский экономический союз. Нет, этого не будет, очевидно. Это уже, эта станция пройденная, она осталась в довоенной Молдове, когда это можно было обсуждать про преимущество того и того союза. Сейчас опции Евразийского союза и интеграции с Россией просто нет, потому что между ними, между Молдовой и Россией идут, не между ними самими, да, но географически между ними идут боевые действия, и фронт длиной тысячи километров. И это подводит нас к вопросу, а как же поменялась тогда стратегия России в Молдове? Потому что, ну, понятно, что это все еще какое-то пространство интересов Кремля, и там наверняка понимают все то же самое, что понимают политики в Молдове. Вы наблюдаете какие-то новые, не знаю, приемы, инструменты, способы влияния? Не такие прямолинейные, может быть, что там выходит какой-то человек, говорит, я за Путина, голосуйте за меня. А что здесь поменялось после начала войны? Новые приемы, я бы сказал, это деградация старых, да. Хорошие новые приемы у тех, у кого старые деградировали как следует, так что они стали неузнаваемы. Конечно, насколько Россия понимает, а российское руководство понимает, что реальность изменилась, я бы не был так уверен. Судя по тому, какое количество денег вливаются в абсолютно безнадежные политпроекты в Молдове, российское руководство во многом осталось в довоенных временах и верит, что по-прежнему все можно, если закачать достаточно денег просто в кого угодно, то все можно еще отмотать назад, повернуть, и все вернется и выстроится, как было раньше, а может даже лучше станет. Главный инструмент России сейчас, в Молдове. Это, по сути, российская политика, продвижение российского влияния в Молдове делегирована Илону Шору. Он получает, вот про него мы знаем точно, что он получает огромное финансирование, что он активно использует подкуп избирателей, что он создает сетки агитационные, где там, или такие даже, как это, как Гербалайф, да, там продают, или вот Арифлейм распространяют, да. Также вот голосование за Россию примерно продвигается сейчас в Молдове, когда есть человек, если он приводит еще 20, он там распределяет эти деньги, каждый из них тоже получает какие-то деньги. Ну, такая вот эта типичная пирамида, или, да, этот multi-level marketing. Вот это действует. Насколько это эффективно? Пока мы не видим в этом никакой эффективности, потому что деньги потрачены просто беспрецедентные для молдавской политики. Речь идет о десятках миллионах долларов. С учетом того, что голос в Молдове обычно стоит, там, 30-40 долларов в пределах, да, можно посчитать, что, в принципе, на те деньги, которые Россия закачала в агитацию за себя, за, через шора, да, в молдавскую политику, можно купить, там, неплохую фракцию в молдавском парламенте, да. Голосов будет достаточно, чтобы получить довольно заметную фракцию. Но реальная эффективность всех этих методов оказывается довольно сомнительной, потому что те кандидаты, которые, про которых мы знаем, что они более-менее связаны с шором, их рейтинг сейчас колеблется в районе, там, 1-2%, да. Ряд кандидатов, в принципе, просто не зарегистрировали, и так как у них никакой особой поддержки в обществе нет, никто и не стал этим возмущаться, да. Ходят слухи, что, возможно, прямо перед выборами, чтобы не успели снять, шор поддержит, вот даст команду своей сетке агитаторов и избирателей, что голосовать за какого-то, на кого он укажет. Возможно, такое будет, но даже в этом случае это вряд ли повысит результат, там, выше, там, 5-6% и прочего, да, с учетом того. Мы знаем, что сейчас шор подкупил, где-то по последним данным, там, 130 тысяч человек, да, но это где-то 5%, 5% избирателей, что, в общем-то, много, но когда 5% прибавляются к 1%, это не становится 55%, это становится 6%. И мало того, нет никакой, так как это кандидаты, их голоса, хоть 5, там, хоть 55, все купленное, да, у них нет никакой реальной базы поддержки, и если молдавские власти, там, на основе финансовых нарушений или по обвинению в массовой покупке голосов снимают этого кандидата, то никто особенно не расстроится, да, это платная массовка, которая ходила голосовать, как только ей перестают платить деньги, да, она перестает поддерживать этого кандидата. И представить, что снятие кандидата России из Шора вызовет какие-то массовые протесты в Молдове довольно трудно, да, можно что-то там, опять же, есть постановочные протесты и тому подобные вещи. Все это уже абсолютно хорошо известно, есть люди, которые записывались в эти структуры, известно, как эти структуры работают, да, но эти структуры, их эффективность, она гораздо больше рассчитана на показную активность, чем на достижение реального результата, да. Вот про Шора и эти пророссийские сетки агитаторов, про них уже написали, я не знаю, в какой стране про них не написали, да, вся мировая пресса просто пишет про то, как Шор скупает голоса, да. И вот в России вот каким-то спонсорам кремлевским Шором можно показать, что смотрите, как я активен, значит, вы правильно вкладываете деньги, меня боятся, продолжайте вкладывать в меня деньги. Но если вы обращаете внимание на то, что беспрецедентные суммы тратятся на эту предвыборную кампанию, можем ли мы из этого делать вывод, что у России повышенный интерес к вот этому голосованию? Или это стандартный всплеск перед электоральным событием? Я бы сказал все сразу, да. Во-первых, Россию, конечно, волнует референдум по евроинтеграции. Тут можно, если с президентскими выборами, на самом деле, дело довольно безнадежное, то с референдумом по евроинтеграции можно занизить явку, можно дать высокий результат против. Тем более, что тема не такая однозначная. Интеграция в ЕС уже сильно ассоциируется именно с поддержкой с Санду. Если вам что-то не нравится про Санду, то, скорее всего, вам надо не поддерживать. Скорее всего, вы не поддерживаете интеграцию с ЕС. И, в принципе, если там снизить явку или добавить голосов против, то, может быть, получится некрасивый результат, какой-то не такой хороший, как хотелось бы к нынешним властям Молдовы. Тут есть над чем это побиться. Во-вторых, это для Молдовы большие деньги, для России это небольшие деньги. Это не гигантские суммы, совершенно несколько десятков миллионов долларов. Ну, кто-то там поскромнее поужинает. И главное, ну, в России есть структуры, которые, собственно, для этого и созданы. Они только этим и занимаются. Они не могут сказать, что, вы знаете, наше дело по продвижению российских интересов на постсоветском пространстве, оно проиграно из-за вторжения в Украину. Можно уже просто ничего не делать, потому что мы все уже проиграли. Они же так не скажут, да? Им надо как-то демонстрировать активность. И как раз такая вот, по сути, вот российское вмешательство в нынешние выборы, это прежде всего демонстрация активности, чем работа на каким-то реальным результатом. Нету особых сомнений, ни что референдум по евроинтеграции выиграет. Сомнение там, будет это красивый результат в 60 с лишним процентов, или это будет не такой красивый результат в 50 с небольшим процентом. Нет сомнений, что Санду будет переизбрана, да? Но надо демонстрировать, что мы работаем, мы по-прежнему сильны на постсоветском пространстве, с нами нужно считаться, шутки плохи, знайте свое место, да? Вот все вот это вот вещи, на них вполне можно потратить несколько десятков миллионов долларов, собственно, не свои же, да? И то верно. Мы продолжим сейчас прямо, только я напомню, что будет здорово, если вы поставите лайк нашему разговору, и подпишитесь, конечно же, на канал Карнеги Политика, но у меня еще, знаете, какой вопрос по поводу интереса со стороны Кремля. Мы про референдум обязательно поговорим, потому что это выглядит как такая очень болезненная история для Владимира Путина, для администрации президента, но я бы еще хотела поговорить про президентские выборы, мы так довольно подробно поговорили про фактор войны, но пока не упомянули фактор Приднестровья. Молдова проводит президентские выборы, не контролируя 100% территории государства. Приднестровье остается замороженным конфликтом, непризнанной республикой. Насколько это вообще существенный фактор? Тем более, что, если я не путаю, одна из кандидаток в президенты о своем выдвижении объявила в Тирасполе. И это прям такая демонстрация, что смотрите, ребята, я в Приднестровье. Это удивительная вещь для молдавских политиков. Попасть туда для политиков первого уровня, а еще особенно устроить там съемки, естественно, проблематично. Но в целом разделительная линия довольно проницаемая и проехать довольно легко. Это такая рутинная штука. Многие из правобережной Молдовы в Приднестровье и из Приднестровья в правобережную Молдову люди ездят чуть ли не каждый день, не сталкиваясь с большими проблемами. Ну, фактор Приднестровья, он скорее влияет на российскую стратегию по отношению к Молдове, чем на эти выборы. Потому что не первый раз Молдова проводит выборы не контролируя всю свою территорию. И эта проблема возникла 30 лет назад. И тут ничего нового нет. На самом деле, на удивление, скорее, как бы если сравнивать, сколько проблем мог бы создать потенциально территориальный конфликт с сепаратистской самопровозглашенной республикой на выборах, то по нынешним выборам, скорее, их сравнительно немного. В принципе, те, кто живет в Приднестровье, могут спокойно голосовать на молдавских выборах. У них почти у всех есть молдавские паспорта. До них даже открывают специальные участки вдоль линии разграничения. В самом Приднестровье не открывают, потому что сложно договориться с местными властями и сложно гарантировать, что там будет все правильно проголосовано. Но можно съездить буквально там через речку, а в некоторых случаях даже ближе, и проголосовать. Но в целом приднестровцы довольно редко пользуются этой возможностью. Хлопотно, да и незачем, в общем. И голосуют там. Там обычно довольно низкая явка в Приднестровье на молдавских выборах среди приднестровцев. Поэтому сильно на результаты они не влияют. Да, Приднестровье больше возмущалось референдумом, грозилось провести альтернативный референдум о том, хотят ли приднестровцы интегрироваться в Евросоюз. Ну, посмотрим, что из этого выйдет на практике. Но в целом приднестровское руководство с самого начала войны прекрасно понимает, что они находятся в очень уязвимом положении. Несмотря на то, что в Приднестровье формально стоят российские войска, около полутора тысяч где-то, но, во-первых, боеспособность этих соединений довольно сомнительная, и в большинстве своем это просто местные жители, которые получают заплату как российские солдаты. А во-вторых, с учетом масштаба российско-украинской войны и того боевого опыта, который получила украинская армия за последние пару лет, Украина, если захочет, может обезвредить Приднестровье просто в течение нескольких дней. И на этом все, как бы, история этой самопровозглашенной республики закончится. Единственное, что останавливает Украину, это позиция Кишинева, потому что просто Молдова сейчас не готова реинтегрировать обратно Приднестровье. Это довольно дорогое занятие, к тому же с большими рисками и внешнеполитическими, и внутреполитическими. Россия, в общем, посылала довольно четкие сигналы, что если Молдова попытается вернуть Приднестровье силой, то может и ракета упасть на Кишинев, или еще несколько ракет упасть на Кишинев, а может даже много и регулярно. Во-первых. А во-вторых, дорого. И потом реинтеграция, есть еще такая штука, как, скажем, внутриполитическая реинтеграция. Это же люди начнут голосовать тогда активно уже на молдавских выборах. А мы мало что знаем о настроениях внутри Приднестровья наверняка, потому что там серьезных исследований не проводятся, но, скорее всего, большинство из приднестровцев будут голосовать за пророссийские партии, и это может довольно сильно изменить расклад сил в Молдове. Собственно, на этом и основывается долгосрочная российская стратегия. Приднестровье Россия не признает именно потому, что уверена, что в случае реинтеграции Молдовы и Приднестровья, особенно на тех условиях, которых навяжет Россия, а Россия по-прежнему надеется, что она сможет их навязать, со временем продвинувшись в Украине поближе к молдавским границам, этого будет достаточно, чтобы навсегда зацементировать такой пророссийский консенсус в Молдове. Но сейчас сказать, чтобы Приднестровье как-то сильно влияло на текущие выборы, это, во-первых, ни приднестровцы активно на них не голосуют, да и само Приднестровье не является главной темой избирательной кампании. Давайте тогда перейдем к референдуму. Вопрос о евроинтеграции – это очень тяжелый вопрос, и мы видели дважды, как, ну, в общем, не получилось. В Грузии, и сейчас эта история с законами об иностранных агентах, с протестами, с противостоянием между правительством и президентом, и Европейский Союз, который говорит, «Вы знаете, ребят, кажется, вы пока не очень готовы к евроинтеграции». И Украина, когда Кремль настолько болезненно отреагировал на стремление украинцев к евроинтеграции, что, ну, в итоге все закончилось войной прям полномасштабной. Сейчас референдум о евроинтеграции должен пройти в Молдове. Вот это болезненная точка для Кремля? Или нет, потому что слишком много споров внутри страны, и тут непредсказуем результат голосования? Сложно залезть в голову российскому руководству и измерить, что там для них степень болезненности. Но понятно, что этот референдум, он такой, как бы закрепляет проевропейский курс Молдовы. Чего до войны было, в общем, это совсем не был такой однозначный вопрос в Молдове, как в Грузии или в Украине. В Молдове сомнения по поводу того, с кем интегрироваться, были гораздо более сильные, и распределение общественных симпатий было гораздо более равное между Россией и ЕС. Но теперь, да, все. Скорее всего, по итогам этого референдума такой курс на евроинтеграцию будет закреплен. И, в общем, мы уже видим, это сейчас происходит. Те силы, которые раньше были пророссийские, они постепенно сдвигаются на такие более проевропейские позиции. Я думаю, что Кремль, в принципе, не считает это такой уж актуальной проблемой, потому что Молдова воспринимается как такое приложение к Украине. Есть базовая проблема Украины, которую надо решать, есть базовая такая одержимость Украины, скажем так, суперприоритет, который затмевает все остальное. Вот сейчас Россия решает украинский вопрос. А дальше, с точки зрения российского руководства, не будет никакой проблемы вернуть Молдову обратно в российскую сферу влияния, если украинский вопрос будет решен так, как это хочет Россия. В конце концов, российские спецслужбы десятилетиями покупали ведущих молдавских политиков, ведущих молдавских силовиков и тому подобное, и других высоких чиновников Молдовы. С этим не возникало проблем. И поэтому, с точки зрения Кремля, вот так как сейчас значительная часть молдавских политиков перебегает из пророссийского лагеря в проевропейский, ну, как только российские войска доберутся там где-нибудь до Одессы, они побегут обратно в пророссийскую сторону. И я бы не сказал, что это такая уж неверная оценка. Другой вопрос, окажутся ли когда-нибудь российские войска в районе Одессы, да. Вот это, скорее, вызывает гораздо большие сомнения. Поэтому, да, России, конечно, бы хотелось, чтобы Евросоюз провалился, чтобы было доказано, что его притягательная сила на самом деле сильно преувеличена, и он уже давно ее растерял, и вот то, что там было в начале нулевых, когда страны голосовали там, бывшего соцлагеря голосовали по 80% за вступление в ЕС, по 90% за вступление в ЕС, что эти времена давно прошли, и сейчас вообще даже выиграть референдум по евроинтеграции оказываются тяжелые задачи. И отчасти это действительно так. Представить себе, что там, скажем, перед расширением 2004 года в какой-то стране будет там в районе 55% за вступление, было невозможно. Там было под 90% за вступление. Сейчас евроинтеграция идет гораздо медленнее. Доверие к Евросоюзу в вопросе того, что он готов принимать новые страны, тоже подорвано серьезно. Про ту же Грузию можно говорить, что вначале было. Они сначала повернулись, ввели законы об иноагентах, и там запреты пропаганды ЛГБТ и прочих вещей. Или сначала они десятилетиями добивались хоть какого-то прогресса в евроинтеграции и ничего не получали, а получали только новые требования, что им еще нужно сделать. Но в случае с Молдовой ситуация все-таки имеет еще и геополитический оттенок. Понятно, что если не демонстрировать серьезного прогресса в евроинтеграции, то страну может утянуть обратно в российскую сферу влияния. Поэтому тут у ЕС есть дополнительная мотивация. И мы видим, что руководство ЕС это понимает. Было много визитов прямо накануне выборов. Были предложены новые программы сотрудничества. Больше полутора миллиардов евро выделено в ближайшие годы будет на то, что называется планом маршала для Молдовы. На подъем экономики, стимулирование, развитие инструктуры и тому подобных вещей. И тут, когда появляется геополитический аспект, то всегда дело работает лучше, чем просто разговоры о том, что вам надо выполнять требования по верховенству закона, проводить нужные реформы и тому подобные вещи. Сразу все это идет быстрее, и Евросоюз становится гораздо щедрее. Поэтому в случае Молдовы можно ожидать какого-то реального прогресса по этому направлению. Не то чтобы прямо вступление, но довольно серьезного интереса и внимания со стороны ЕС к стране нарастающего. А если говорить про вот этот фактор европейский, о каком уровне мы говорим, когда вы упоминаете многочисленные визиты прямо перед выборами, это уровни министров иностранных дел или чуть ниже, или может быть, не знаю, кто-то из глав государств приезжал. Насколько Европейский Союз демонстрирует свое участие в судьбе Молдовы? Очень активно. Там это не уровень министров иностранных дел, это уровень глав государств. И я, конечно, у меня нет точной статистики, но так по ощущениям количество глав государств, посетивших Молдову за время президентства Майя и Санду, больше, чем за все предыдущее время независимости Молдовы вместе взяты. И финансово тоже совершенно готовность экономически поддерживать Молдову совершенно не сопоставима с тем, что было в довоенные времена. Это просто другой масштаб интереса. Там реально уже идут там поддержка, выходит там на миллиарды, что для трехмиллионной небогатой страны это огромный день. И связано это почему? Тут у ЕС есть своя мотивация. Это тоже как бы Россия хочет доказать, что он провалился, а ЕС хочет доказать, что он еще может быть для кого-то привлекательным. Вопрос расширения болезненный уже много лет. Есть там страны, есть Турция, которая кандидат уже много-много лет, и десятилетиями кандидаты пытаются интегрироваться с ЕС. Есть страны Балкан, которым обещали вступление еще в 2003 году, а никто так и не вступил. Есть история восточного партнерства, куда входят шесть стран, и восточное партнерство до сих пор существует. Но давайте посмотрим на эти шесть стран. Это Грузия, с которой сейчас отношения просто стремительно рушатся. Это Азербайджан, с которым они только в энергетике, но понятно, что никакой интеграции там нет и близко. Это Армения, которая очень далеко от ЕС, и несмотря на некоторый прогресс после потери Карабаха, и развороте какой-то в сторону ЕС со стороны Армении, там тоже, в общем, добиться прогресса довольно трудно. Это Беларусь, где восточное партнерство работает с Тихановской вообще, а не с режимом. Украина, где идет война. И какие-то должны быть истории успеха. Вот вы начали программу еще в 2009 году по стимулированию интеграции шести государств с ЕС. Ну, хоть одну какую-то историю успеха можно показать, где у вас получилось. Вот Молдова, оказывается, несмотря на то, что у нее тоже хватает проблем, у нее есть территориальный конфликт с Приднестровьей, у нее там стоят российские войска, есть проблемы с коррупцией и прочими вещами, но, в принципе, при нынешнем руководстве довольно компетентном и некоррумпированном. Плюс занятость России на других направлениях, близость к ЕС, небольшая страна. Тут можно показать, что нет. Мы, Евросоюз, по-прежнему способен стабилизировать свои соседние государства и даже просто их продвинуть куда-то в сторону Евросоюза прямо ощутимо, а не просто на словах каких-то отчетов, чтобы общество, живущие в этих странах, почувствовали, что интеграция с ЕС действительно полезна и хорошо, а не просто ходили разочарованные, как в Сербии или в Грузии. Давайте тогда обратно вернемся к российским интересам. Вы сказали, что для Кремля Молдова это некий такой предаток продолжения Украины. Это в том смысле, что Кремль отказывает Молдове в государственности? Или как это воспринимать? Ну, а кому Кремль не отказывает в государственности на постсоветском пространстве? Тут как бы Молдова не то, чтобы какое-то исключение. В принципе, российское руководство до сих пор не очень готово всерьез воспринимать государственность всех постсоветских стран. Ну, да, мы выходим на очень взрывкую почву. Как там это видится все кремлевским старцам? Как они считают, должно быть? Понятно, что они, скорее всего, не готовы присоединять Молдову так, как они присоединили Крым или Донецкую область. Но в целом какой-то режим такого жестко контролируемого сателлита? Почему нет? Давайте попробуем тогда с зыбкой почвы обрести чуть более твердую поверхность под ногами и опираться на какие-то конкретные вещи и поступки. В чем сейчас связь? Да, вот вы упомянули нескольких олигархов, деньги, не знаю, можно подкуп, да? В чем еще сейчас мы можем наблюдать прямое влияние России? Понятно, что после начала войны и введения санкций экономические связи разорваны. Или не до конца? А что сохранилось? На самом деле очень мало в чем. Вообще сохранилось очень мало чего. Я бы сказал, что главное, что сохранилось, это некоторая инерция восприятия молдавского общества, когда по-прежнему огромная доля жителей Молдовы считает, что Россия – это очень важный партнер. Несмотря на... Они не обращают внимания на реальные цифры, они, может быть, даже не знают, что происходит во внешней торговле Молдовы, в инвестициях Молдовы. Они просто в этом не в курсе. Но по тому количеству упоминаний России в СМИ, ее присутствии как-то просто в новостной повестке, людям по-прежнему кажется, что Россия – это очень важный партнер, которого нельзя игнорировать. При том, что доля России во внешней торговле Молдовы упала там уже в район 5%. Это просто незначительный. 5% – это не так важно. Ну вот, это инерция во многом инерционная. Люди привыкли. Люди жили... Многие из нынешних жителей Молдовы, они еще в Советском Союзе жили вообще-то. Это не так давно было. И тем людям, кому больше 60-ти, особенно, да даже больше 50-ти, они прекрасно помнят советскую реальность, когда это была вообще одна страна. И даже те, кому меньше, все-таки, да, инерция постсоветская, она штука довольно сильная. И прям такой разрыв пошел, ну вот, он, конечно, вяло текущий шел все эти 30 лет, да, но прям активный разрыв пошел вот сейчас только, когда война началась совсем, да. Это рукоговорящая, во многом там, с огромным количеством русскоговорящих людей, людей, которые смотрят российские телеканалы, которые любят Филиппа Киркорова, которого постоянно, вот, Россия засылает петь какие-то песни, соблазнять народонаселение, голосовать, значит, за кому нравится. Ну, это тоже, конечно, инерция российского руководства, да, вот, что в России, в Кремле верят, что если показать, вот, молдавским избирателям клик с Филиппом Киркоровым и Стасом Михайловым, то это просто, ну, а что может быть еще лучше для агитации за Россию? Но, это все инерционное, потому что у этого остается все меньше и меньше каких-то реальных оснований, да, в экономике не осталось практически ничего. Я уже сказал, что торговля усохла до 5% от товарооборота молдавского. А раньше еще всегда был газ, да, газ, мы вот, вы полностью, Россия была единственным поставщиком газа в Молдову, а без газа вы вообще там, вас все рухнет, экономика загнется, замерзнете зимой и тому подобных вещей. Но оказалось, что даже это, в общем, не стоит на месте. И, во-первых, из-за того, что Россия с началом войны стала опять играться с интенсивностью поставок газа, там, их преуменьшать, не докладывать, не допускать. Молдова, правобережная, вся правобережная Молдова наконец переключилась на европейский газ, да, наконец были достроены все газопроводы в Румынию, да, и сейчас правобережная Молдова не пользуется российским газом. Впервые в истории своей независимости, и это, наверное, главное достижение экономическое в эмансипации Молдовы от России, да, что вот эта вот тема, которая была постоянной угрозой любым молдавским властям, даже еще осенью 21-го года, если кто помнит, что было до войны, была бесконечная эпопея, когда Россия требовала новую формулу за газ, да, все, давайте обсуждать, подписывать, сейчас мы выключаем, замерзнутый зимой, обсуждаем новую форму, да, вот все, это вот бесконечный разговор о том, что будет с поставками газа, тема ушла, да, ее нету больше между Кишиневом и Москвой. Остались только поставки газа в Приднестровье, потому что Приднестровье по-прежнему получает через пробежную Молдову, по-прежнему получает бесплатный российский газ, и без бесплатного российского газа экономика Приднестровья просто рухнет, да, и там тогда надо будет что-то решать очень срочно, да, без этого, но эти поставки могут прекратиться уже вот на Новый год этот, потому что они идут сейчас через Украину, а транзитное соглашение между Россией и Украиной истекает, вот уже 31 декабря закончится, и если не будет каких-то новых договоренностей, то не очень понятно, как эти поставки продолжатся. Скорее всего, если этих договоренностей так и не появится, Кишиневу придется форсировать реинтеграцию Приднестровья с правобережной Молдовой и поставлять туда европейский газ. Таким образом, рычагов давления не то, чтобы много. Да, там, ну, а еще есть группировка российских войск, но опять же, эта группировка российских войск небольшая, с низкой боеспособностью и находится в тылу украинских войск, по сути. Поэтому пытаться с помощью нее что-то делать, это скорее ускорять процесс ликвидации Приднестровья. Если слишком активная деятельность, провокационная деятельность со стороны Приднестровья приведет просто к реакции со стороны Украины, когда ну, предистое просто будет занято украинскими войсками и передано обратно Молдове. Так что тут рычагов, да, вот деньги купить, деньги, Киркоров и что, и инерция того, что Россия это большая важная страна, которую нельзя игнорировать. Вот примерно такие вот инструменты остаются. Так себе ассортимент. А если попытаться резюмировать, то результат какого голосования кажется вам более предсказуемым и очевидным? Выборы президента или референдум по евроинтеграции? Я бы сказал, самый интригующий показатель это явка на выборы по референдуму о евроинтеграции. Вот. Это вот наибольшие сомнения вызывает. Потому что то, что большинство тех, кто придет голосовать на референдум по евроинтеграции, оно скорее всего проголосует в поддержку интеграции с ЕС, нет особых сомнений. Это может быть это будет не 65, а 55 процентов. Что-то такое, но то, что это будет больше 50, это почти наверняка. Все вопросы, нет вопросов, которые давали бы меньше 50. То же самое с переизбранием Санду, да, есть там Стоянову, мне кажется, перспективным политиком, да, который может набрать гораздо больше, чем те 10 процентов, которые он набирает сейчас в вопросах, но перспективным это где-то там в будущем, да, а сейчас Майя Санду слишком популярна и к тому же довольно успешно мобилизует избирателей, что сейчас типа многое важное решается, поэтому давайте не отсиживайтесь дома, чтобы 130 тысяч человек, подкупленные Шором не смогли определить исход голосования, да, а вот явка на референдум, это довольно большой вопрос, потому что вообще в Молдове большая проблема с явкой в целом, как во многих странах, где слабо связаны реестры избирателей и реальность из тех, кто из них живет в стране. У Молдовы есть два осложняющих фактора, да, даже можно больше. Во-первых, есть Приднестровье, которое это все молдавские избиратели, но мало из них, кто интересуется, готов ехать в Молдову, чтобы голосовать. То есть это уже процентов 10 выкидывает из явки, да. Есть огромное количество людей, которые просто не живут в Молдове, которые остаются молдавскими гражданами, но они живут в ЕС или вообще в России, где с организацией голосования большие проблемы, да и вообще не только с организацией голосования, но и с контролем за тем, чтобы они голосовали действительно свободно и без давления окружающей реальности на них. Еще больше живет в Европе, да. Сейчас диаспора стала голосовать гораздо активнее, но все равно это не то же самое, что голосовать в Молдове, да. Ну и есть просто то, что этот реестр медленно обновляется и там куча мертвых душ и реальное население Молдовы давно гораздо меньше, чем ее формальное население в документах. Поэтому достичь 50% явки это будет прям очень непросто и скорее бы очень даже возможно, что их не будет близко. А если добавить сюда еще, если Россия и все шоровские структуры решат, что все-таки бойкот это лучше, чем голосование против, да, то тут еще огромное количество людей выбывает, да. И в целом, да, явка может запросто не достичь 50%, а может и 40% не достичь, что будет смотреться не очень красиво, но в конце концов это не первый раз, когда референдумы об интеграции с ЕС проходят при довольно сомнительной явке. Вот несколько лет надо было референдум в Северной Македонии об ее переименовании, который тоже был увязан с интеграцией в ЕС, да, вопрос был тоже больше про интеграцию в ЕС, чем о переименовании, да. И явка получилась неприлично низкой, где-то в районе 30%, ну, просто об этом реже вспоминают, да, ну, это не то, о чем хочется вспоминать, хочется вспоминать о том, что ЕС получил там 60%, по-моему, процентов тогда, и все хорошо. А явка, у всех была возможность, могли прийти, не пришли, сори, тут уж ничего не поделаешь, значит, неинтересна вам судьба вашей страны, мы идут за вас голосовать в Брюсселе, к сожалению, не можем. Поэтому, даже я думаю, что если явка будет не такой красивой, как хотелось бы, это не станет серьезным препятствием, но это, скорее всего, будет использовано, естественно, там, пропаганде антиевропейской, да, очень активно, что на самом деле это меньшинство выбрало, вот умножьте, там, 60 на 0,6, на 0,3, и вообще никто не голосовал за этот ЕС, там пришли только родственники Майи Санду, да, что-нибудь такое, да, но, использовать в пропаганде можно что угодно, да, но практический результат, я думаю, будет, акцент будет сделан на том, что кто хотел, мог проголосовать, и поэтому мы считаем результаты не по явке, а по голосованию тому, которое, а оно, скорее всего, будет почти, ну, почти наверняка будет в пользу ЕС. Ну что ж, следим за тем, как будет проходить голосование в Молдове, говорю огромное спасибо научному сотруднику Берлинского центра Карнеги Максиму Саморукову, ну, а вам напоминаю, что нужно поставить лайк, можно написать комментарий, подписывайтесь на Карнеги Политика, и не забывайте, что есть еще и телеграм-канал Карнеги Политика, а в описании к нашему эфиру вы можете найти ссылки на статьи Максима о том, как работает и вообще работает ли российское влияние в Молдове, и статьи других авторов Карнеги Политика о политике в Молдове перед президентскими выборами. Максим, говорю вам огромное спасибо, и до скорого. Спасибо, до свидания.